Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. В студии работает Алишер Ашимов. Смотрите сегодня в выпуске. Почти 2000 заболевших за две недели. С 25 октября в регионе ужесточат карантинные меры. Об этом журналистам рассказал главный санитарный врач области. Совместная работа над проектами или как развивать возможности сотрудничества. В Петропавловске прошел Международный форум молодежи Казахстана и России. В городе с 10 ноября введут дифференцированный тариф для детей. Юные пассажиры смогут оплачивать проезд в общественном транспорте индивидуальной картой. Повышение эффективности системы здравоохранения, обеспечение качественного образования и совершенствования региональной политики. Эти и многие другие вопросы затронул Касымжу Мартукая в своем послании от 1 сентября. За два месяца некоторые организации уже достигли ряда задач, которые поставил перед гражданами президент страны. Среди них педагоги и архивисты Таиншинского района. Подробности у Жанель Бесимбаевой. С января текущего года заработная плата педагогических работников увеличилась на 25%. В течение следующих трех лет мы дополнительно направим на эти цели 1,2 триллиона тенге. Принятые меры дают свои плоды. Резко вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. Политику поддержки учителей мы будем продолжать. В свою очередь преподаватели приняли послание президента как руководство к действиям. Поставленные Касымжу Мартом Тукаевым задачи исполняются на деле в Таиншинских школах. Здесь 100% педагогов прошли курсы по совершенствованию в сфере IT-компетенции и инклюзивного обучения. Улучшают в учебных заведениях и условия образования. Закупают новые компьютеры, интерактивные панели, обновляют мебель в классах. Особое внимание уделяют и развитию спорта. В школах работают кружки, секции. Есть клуб рукопашники, который направлен именно на военно-патриотическое направление. И дети с удовольствием ходят на эти кружки. Кружки по экологии. Получается театр. В этом году в казахских школах ввели именно дамбру. Есть робототехника. Кабинеты новой модификации есть в двух в Таиншинских школах. Инициативу президента поддерживают и сотрудники архивов. Изменениями для них послужат ежегодные влечения заработной платы на 20%. Эффект от реализации ощутят на себе около 600 тысяч казахстанцев. Среди них и Анна Шилина. Работает архивист в районном хранилище всего несколько месяцев. Анна уже успела изучить сферу деятельности и поставила перед собой ряд задач для ее улучшения. Работать архивистом это очень сложный кропотливый труд, который требует полной отдачи, внимательности. Поэтому я надеюсь очень на то, что благодаря данному посланию поднимется интерес среди молодежи к данной профессии, а также поднимется имидж архивного дела. Все свои рабочие дни архивисты проводят в окружении истории, которая живет на бумаге. Всего на стеллажах районного архива хранятся более 140 тысяч документов. Насчитывается 537 фондов. Жанель Бесимбаева, Михаил Казначеев. Новости МТРК. То и семейные торжества и банкеты снова будут под запретом с 25 октября. В понедельник в Североказахстанской области начнет действовать новое постановление. Согласно ему, большинство объектов сокращают часы работы, в том числе внедрившие АШЭК. Меры приняли из-за ухудшения эпидситуации в регионе. Подробнее расскажет Айгирь Мукашева. В Североказахстанской области почти 2000 заболевших коронавирусом за две недели. Для сравнения, за аналогичный период в конце сентября-начале октября было на 800 заразившихся меньше. Сейчас около 2300 североказахстанцев с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. Отмечается и рост госпитализации. Больше 780 жителей области получают лечение в инфекционных стационарах. Там уже занята почти половина всех коек. На 44% загружены реанимационные палаты. Там сейчас 51 человек. На стационарное лечение, как правило, попадают лица пожилого возраста. Процент госпитализации лиц старше 60 лет составляет 65% от всех заболевших, поступивших на стационарное лечение. Которые, как правило, имеют ряд сопутствующих хронических заболеваний. Они входят в группу риска и по тяжести заболевания, и по летальности. В регионе зарегистрировано 268 случаев смерти от коронавируса. 209 из них – североказахстанцы старше 60 лет. Это 78% от общего числа умерших от COVID-19. «Хочу призвать лиц пожилого возраста, пенсионеров, даже тех, кто состоит на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. Это не является абсолютным противопоказанием для прохождения вакцинации. Естественно, в период обострения хронического заболевания никто вакцину ставить не будет. Но под наблюдением своего участкового врача, своего лечащего врача, в период ремиссии, в период вне обострения хронического заболевания призываю вас пройти вакцинацию». Из 134 тысяч пенсионеров области вакцину поставили только 18%. Всего же в регионе оба компонента получили больше 230 тысяч человек. Это всего лишь 62% от подлежащего иммунизации населения. Показатель заболеваемости Северного Казахстана является самым высоким по стране. 20 дней регион в красной зоне. Областная комиссия приняла решение ужесточить карантинные меры. С 25 октября вводятся следующие ограничения. «Запрещается в соответствии с критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте АШАК, в том числе с зеленым статусом. Это проведение торжественных памятных семейных мероприятий, то есть банкеты, свадьбы, юбилеи и так далее. Конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей, выставки, спортивные мероприятия со зрителями, проведение коллективного благослужения в закрытых помещениях». Сокращаются часы работы всех объектов. Исключением не станут и те, кто внедрил АШАК. Они будут встречать посетителей только до 10 вечера. На два часа дольше могут работать лидеры проекта АШАК. Не распространяются новые ограничения на МЕЖ и внутри областные регулярные перевозки, отели и гостиницы, аэропорты, объекты образования, а также интернаты и общежития при них. С начала года более 700 человек прошли бесплатную реабилитацию в областной многопрофильной больнице. Расходы специальных категорий лиц, отчисляющих взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования, возмещены государством. О том, как проходят восстановительное лечение североказахстанцы и сколько они сэкономили благодаря ОСМС, расскажет Гюзель Закария. В начале августа Вера у Розалинова заболела коронавирусом. Сначала лечилась дома, но со временем становилось только хуже. Тогда ее и госпитализировали. После выписки восстановиться самостоятельно было трудно, ведь правая легкая пенсионерки работала только в полсилы. Отчего и возникли осложнения. Начала беспокоить одышка, еще перепады давления и тяжесть в ногах. Придя сюда 13-го числа, я была удивлена. Сразу же в этот день у меня начались лечения. Я очень благодарна докторам этого отделения, всему медперсоналу. Лечебная физкультура здесь очень оснащена бегальными дорожками, где мы правильно учились дышать. Очень хорошо готовят. Все время такое горячее, вкусно. И все, что я получала за это время, с 13-го по 23-е, все это бесплатно. Сейчас же пенсионерка с радостью готовится к выписке, ведь дома ее ждет новорожденный внук. Ей не терпится впервые взять его на руки. Уважаемые пациенты, продолжаем работу, занимаемся, молодцы. А вот другим пациентам нужно еще подлечиться. В зале лечебной физкультуры сейчас полным ходом идут занятия. Все под особым контролем инструктора. Здесь их учат правильно дышать и двигаться. Всего в отделении проходят восстановление 35 человек. Все расходы за их лечение покрывает фонд обязательного социального и медицинского страхования. К слову, раньше реабилитация обходила североказахстанцам 130 тысяч тенге. То есть пациенты застрахованные получают лечение реабилитационное бесплатно полностью. Сюда входит в реабилитацию массаж инструктора ПЛФК. У нас в наличии в штатном расписании три инструктора ПЛФК. То есть полный объем реабилитационных услуг. В реабилитационном отделении работает мультидисциплинарная группа, которую возглавляет врач-реабилитолог. Реабилитолог уже расписывает полностью программу реабилитации. На данный момент в отделении нет свободных мест. Половина коек заняты постковидными больными. Вторая – пациентами после инсульта и операциями на сердце. Всего бесплатную реабилитацию с 2020-го здесь получили более 1400 человек. Гизель Закарея, Казбек Ирыкбаев. Новости МТРК. В Петропавловске введут дифференцированный тариф для детей от 7 до 15 лет. Он начнет действовать с 10 ноября. Безналичным расчетом юные пассажиры за проезд будут платить 40 тенге. Наличным на 25 тенге больше. Персонифицированные льготные карты для детей из малообеспеченных семей выдают в отделе занятости. Ребята из этой категории могут ездить бесплатно. Чтобы ее получить, родителям необходимо написать заявление. Однако, если льготная карта будет утеряна, то ее владельцы восстанавливают за собственный счет. Остальные карточку могут приобрести за 200 тенге в пяти точках города. Данные карты можно будет приобрести в пяти точках. Это Достухмол, Тайга, Караван, вокзал, диспетчерский пункт, а также в ассоциации перевозчиков. Данная карта в других областях стоимостью 400-500 тенге. В этом году Акимат города проводил работы с подрядной организацией, которая будет поставлять данные карты. Это Олимпей. И пришли к соглашению, что до 31 декабря стоимость данной карты будет составлять 200 тенге. После она будет увеличена. Толстовки, дубленки, нижнее белье и многое другое. В женской колонии открылся цех по пошиву одежды. Инициативу взяла на себя местный дизайнер. В настоящее время предприниматель обучает осужденных швейному делу. Сколько человек проходят курсы и будет ли у них возможность трудоустроиться после получения диплома, расскажет Диана Салихова. Ровный шов, правильная выклика и обтачка. Всему этому учатся осужденные в женской колонии. Курс стартовал месяц назад. И сейчас мастерицы уже могут похвастаться своими работами. Над этой мужской дубленкой Татьяна Ужигова трудилась неделю. Признается, самое сложное – это правильно соединить все детали. Один промах и немало времени придется потратить на исправление ошибок. Сложное то, что еще не понимаешь, что кроешь, какой крой. Это же начинается с нуля все. Я все схватываю, все понимаю. С этого я работала в РГП. Мы шили спецодежду. Я люблю шить, обожаю. Курсы посещают четыре человека. Некоторые из них уже имеют опыт работы швеей. А кому-то пришлось обучаться с нуля. Тем не менее, говорит преподаватель курсов, девушки схватывают на лету. Почему именно здесь – это дисциплина. Это вовремя приходят, вовремя уходят. Вредных привычек нет. У нас даже отсутствует график курения. Девочки не курят. Для меня это огромный плюс. Девушки исполнительные, трудолюбивые. И в будущем это им поможет в трудоустройстве. Ассортимент одежды – самые разные. Толстовки, дубленки, нижнее белье. Шьют и сумки. Сейчас осужденные готовят изделия на конкурс. Дизайнер участвовал в конкурсе ремесленников, организованном США. Из 1200 участников она смогла попасть в топ-50. Конечный этап конкурса пройдет в Туркестане, где дизайнер представит свою коллекцию одежды с цитатами известных писателей на русском и казахском языках. К примеру, вот такая толстовка с цитатой Абая Кунанбаева. 16 декабря слушатели курсов получат дипломы, после чего их трудоустроят в этом же цеху. Диана Салихова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Международные турниры по дебатам хотят организовать наши активисты. С таким предложением они выступили на международном форуме с участием молодежи Североказахстанской и Омской областей. Ребята делились опытом, обсуждали новые идеи и проекты, которые можно вместе реализовать. На диалоговой площадке побывала моя коллега Жанель Бесимбаева. Расширить возможности путем совместных проектов. Эта цель и объединила молодежь двух стран. Каждый представитель как казахстанского, так и российского объединения предложил свои идеи реализации. Например, председатель общественного студенческого объединения за будущее Казахстана Рустема Арманова интересовал вопрос развития дебатов. Принями сегодня увлекается большинство молодых людей. И если в России развиты они только среди студентов, говорит он, то у нас в этих рядах числятся и школьники. Мы могли бы устраивать международные турниры, что повысило бы класс наших дебатеров. Помимо этого, нам широко известно всероссийское общественное движение волонтеры-медики. В 2019 году мы как пилотный проект при поддержке управления внутренней политикой этот проект начинали. Сегодня уже на протяжении трех лет это стало полноценным волонтерским движением. Поэтому нашим активистам есть чем поделиться. У Порсера казахстанские волонтеры-медики делали на профилактику заболеваний. А именно реабилитацию и лечебную физкультуру. Иными словами, болезнь легче предупредить, чем лечить, считают наши активисты. Российская сторона эту точку зрения поддерживает. Мы считаем, что важно, чтобы на уровне государства, на уровне региона обеспечивалась поддержка тем, кто хочет наладить сотрудничество. В первую очередь я уже обозначил это и бизнес-структуры, которые хотят взаимодействовать. И, конечно же, общественная организация, общество в целом. Потому что мы знаем, что есть очень многие семьи, которые живут на две страны. Делегация из Омской области прибыла в регион 21 октября. Пробудут гости здесь четыре дня. В рамках программы активистам проведут экскурсии, тренинги и много других культурных мероприятий. В завершении представители подписали меморандум. Жанель Бесимбаева, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. Специфику организации урока в малокомплектных школах обсудили североказахстанские педагоги. Серию вебинаров на такую тему проводят в филиале Национального центра повышения квалификации УРЛЕУ. Его участники работают над общей целью сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, а также повысить качество знаний учащихся. В каждом вебинаре участие принимают более 300 педагогов. В год здесь повышают квалификацию более 1000 учителей. Актуальность проводимого вебинара обусловлена изменением парадитного образования. В настоящее время происходит смещение акцента сознания центризма на формирование ключевых компетенций. На вебинаре будут обсуждены вопросы, связанные с процессом обучения в малокомплектной школе, со спецификой проектирования урока, с изменением позиций обучающегося и педагога. Сегодня по всей республике стартовал второй отборочный тур 14-й президентской олимпиады. С нашей области в ней принимают участие 19 отличников учебы. Для них подготовили аудитории во дворце школьников. Там побывала и наша съемочная группа. Олимпиада собрала одаренных школьников со всех районов области. Претендент на Алтын-Бельгы Владислав Ласенко, к примеру, приехал из села Новоишимского. Парень уже показал свои интеллектуальные способности на первом этапе, после сразу начал готовиться ко второму. Повторял пройденный материал, оттачивал навыки решения задач. Настрой боевой, ведь победа в этом туре продвинет его ближе к мечте – поступить на грант. Олимпиада дает возможность реализоваться, проявить себя, свои качества и показать свой уровень знаний, накопленный за 11 лет учебы. Олимпиада дает возможность поступить на грант, то есть учитывается при поступлении. До этой олимпиады я участвовал во многих конкурсах, например, чтение стихов Макжана Жумабаева, участвовал в областной олимпиаде по казахскому языку. Всего заявили об участии 135 человек. Во второй отборочный этап прошли только 19 ребят. Сегодня им предстоит решить тестовые задания по четырем предметам – химии, биологии, физике и математике. Поскольку тестирование ведется в онлайн-формате, результат школьникам скажут сразу по всем выполненным заданиям. Всего нужно решить 60 задач. Отводится два часа на выполнение заданий, и по каждому предмету дети будут решать по 15 задач. В 12 часов начнется второй этап олимпиады – это эссе. Сегодня по результатам первого и второго этапа они смогут уже узнать свои результаты на сайте Республиканского научно-практического центра «Дарын». Апелляция не предусмотрена. За школьниками следят наблюдатели и представитель из Республиканского научно-практического центра «Дарын», откуда и прислали все задания. Кроме того, на каждом компьютере установлена система прокторинга, фиксирующая каждое действие участников. А еще в аудиториях ведется видеонаблюдение, которое транслируется на республиканском сайте. Понаблюдать за детьми там могут и родители. Разрешается школьникам пользоваться только калькулятором. Пройдут на республиканский уровень 8 человек. Гизель Закарьяк, Азбек Арыгбаев, Новости МТРК. 600 тысяч тенге выиграла студентка Кузыбаев Университи в конкурсе инновационных проектов в Нур-Султане. Там девушка и презентовала свой проект «Микрозелень». Сейчас Шакиза ЕСМ уже закупила необходимое оборудование для производства сока из микрозелени. Начать реализацию своих продуктов девушка намерена со студенческих столовых. А возможно уже совсем скоро мы увидим необычный продукт на прилавках местных магазинов и супермаркетов под брендом Кузыбаев Университи. Сейчас на полученные средства я закупила семена – субстрат, холодильник для хранения, тары, соковыжималку. Для выращивания я выбрала базилик, горох, нут, кинзу и другие растения. Начну заниматься проектом лаборатории университета. Самое главное здесь – наличие качественного субстрата. А также на каждом этапе нужно обеспечить определенное количество света и тепла семена. Вообще проростки микрозелени очень полезны для человеческого организма, так как имеют высокое содержание микроэлементов и витаминов. Только у нас вы можете заказать изделия и не переплачивать за доставку и госпошлины. С нашей продукцией вы можете ознакомиться на сайте компании или на странице Инстаграма, указанных на экране. Пенсионерам и инвалидам предоставляются скидки. Красота женщины особенно заметна в шикарной шубе. Ярмарка роскошных шуб, эталон меха. Скидка 100 тысяч тенге на любую норковую шубу. С 26 по 31 октября. Торгово-развлекательный центр «Сити Молл». Третий этаж. Кредиты рассрочка без процентов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошел вечер поэзии, посвященный 75-летию Акына и журналиста Булата Кужахметова. На встречу пригласили студентов, журналистов и активных читателей библиотеки. Булат Кужахметов познакомил молодое поколение со своими работами, рассказал о своей профессиональной деятельности. В свою очередь ребята поблагодарили Акына и прочитали его стихотворение. Свою трудовую деятельность начал в 1968 году. Самое интересное то, что я поступал на зоотехнический факультет в Алматы. Однако на третьем курсе перевелся в Казгуна журналиста. Так и начался мой творческий путь. Писал на разные темы. Я рад, что сегодня мои произведения читает молодежь. Русский театр драмы имени Николая Погодина открыл свой 135-й юбилейный театральный сезон. Зрителям представили премьеру спектакля «За двумя зайцами» по легендарной комедии украинского драматурга Михаила Старицкого. Благодарственные письма, ценные награды, поздравления и бурные аплодисменты – все это принимали артисты в этот вечер. Подробности у Анастасии Кузнецовой. Комедия украинского драматурга Михаила Старицкого. История, которая открывает глаза на актуальные вопросы, заставляет смеяться и задумываться. Обаятельный цирюльник Свирид решает жениться на богатой мещанке Прони. Ему не нужна любовь, ему нужны деньги. Тут же он начинает одновременно ухаживать за бедной девушкой-красавицей Галей. Кульбиты, погони, драки, сцены признания в любви и разоблачения. Все это рисует на сцене Погодинского театра колоритную, динамичную и самобытную картину. Роль невесты Прони сыграла Марина Черняк. Ее героиня – неординарная личность. Девушка бойкая, своенравная, но, как и все женщины, ранимая и жаждущая любви. Ай, я помню, я радуюсь, что все-таки дождалась из своего дня. А так вот сидела, сидела, все-таки вы, все, что я не доложила этого. Как я влюблена, как я влюблена-то, а! Проня Прокоповна Серко – она такая неординарная личность. Таких личностей в жизни, я думаю, достаточно. То есть ей уже немало лет, замуж она не может выйти. Но трагедия Прони в том, что вот она вот такая. Понимаете, да, как говорится, воды с лица не пить, да. Ну вот получается так, да, она страшненькая. Но все равно она в душе женщина. Она ранимая. Добрая ли она? Она добрая. Ну вот ее вот так вот воспитали. Но как показывает история, если погнаться за двумя зайцами, можно остаться ни с чем. Именно такой урок и усваивает любовник-аферист. Нет, голубчик, женим! 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 Повторные показы спектакля за двумя зайцами зрителей ждут 5-6 ноября и в конце того же месяца. А гости вечера охотно делятся своими впечатлениями. Я пришла сюда с мужем, я уже давно не была в театре. Сегодня пришла, мы оба под большим впечатлением, особенно от игры прони. Это просто что-то с чем-то, она такая несравнимая ни с чем. Так что я довольна, что здесь. Вообще у нас артисты молодцы, играют хорошо. Я театралка, люблю ходить в театр. Впечатление хорошее, очень интересный спектакль. Весело, смешно, молодцы, хорошо играют. Очень хорошее впечатление. Анастасия Кузнецова, Михаил Казначеев, новости МТРК. На этом все. Муниципальный телерадиоканал напоминает североказахстанцам об обязательном ношении медицинских масок. Смотрите наши новости, будьте всегда в курсе событий, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин